Илья Павлович, вы считаете о болельщиках, что они думают? Ну что я думаю о болельщиках, ведь как нет театров без зрителя, так нет футболы без болельщиков. Мы играем ради болельщиков, мы играем, чтобы они получали истинное наслаждение, удовольствие. Ну а среди болельщиков есть люди разные, есть темпераментные, есть мировые, я бы сказал, горячие, необъективные. Ну если можно понять болельщиков, у которых одна единственная команда, как такой же болельщик Карарата, или Донецкого шахтера, или Кайрата, у них одна команда не болеет, естественно болеет у своей команды. Ну а кстати, об объективности, о московских болельщиках, такая слава уже давно известная. Я тоже хочу подтвердить, что действительно москвичи, пожалуй, самые объективные болельщики. Арарат прошел огонь, огонь жарких поединков, в которых команда надежно закалилась. Арарат прошел воду, холодную воду поражений, иногда случайных, и потому особенно обидных. И наконец, Арарат прошел медные трубы, трубы спортивной славы, победные звуки мощного хора болельщиков, музыкальный звон золотых медалей, и блеск хрустального кубка. Победа далась нелегко, и в этом ее особая ценность. Свершилось то, к чему ребята так стремились на протяжении всего сезона. На долю тренера выпала дополнительная трудность. И в ходе матча вот теперь сохранять спокойствие, мол, че тут особенно волноваться, я знал, что так будет. Нет, этого он, конечно, не знал, он только мечтал об этом. О чем вы думали в эти минуты, Никит Фау? Я был счастлив. Я был счастлив, как тренер, откровенно говоря, завидовал, как игрокам. Многое вспомнил. Ему было о чем вспомнить. Он прошел прекрасный путь в советском спорте. Чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион страны, дваждый обладатель кубка, лучший бомбардир столичного Спартака. Тренер Спартака и его команда трижды выигрывает золотые медали и четырежды владеет кубком. Но сейчас он не думал о пройденном пути. Он просто волновался, как и его ребята, и был по-настоящему счастлив. 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 Счастлив.